Привет! С вами Торо, вы на канале NissanRise и сегодня будем немного чилить, потому что за окном все так же, мать его, 35, думать вообще невозможно, много текста тоже невозможно, поэтому мы сегодня как раз таки и пойдем читать много, блин, текста. За все время, что я играл в ХСР, накопилась у меня такая вот приятная штука. Короче, больше 20 сообщений, какие-то из них дают нам квесты, какие-то из них дают гемы. И, в общем, сейчас будем пытаться со всем этим делом разобраться. Продолжение фонтейна в геншине у нас будет завтра. Не, я надеюсь, жара хотя бы немножко спадет, хотя бы чуть-чуть будет попроще. А потому что я уже не вывожу, комп тоже греется как собака и от него еще хуже. Не, короче, надеюсь, что скоро будет немножко попрохладнее. Да, да-да-да, кстати, я же не показал, какие улучшения произошли с моим пупсом за последнее время. Если вы помните, на последнем стриме вот этот парниша на 50 уровне гордо там, прям гордо-гордо сражался с финальным боссом сюжетки. И теперь он немножко изменился. Прям хорошенько так изменился. Я не помню, была ли у него тогда сигна. Ну, в общем, сейчас у него есть немножко хп. Хп за 10к. У него сигна. И... Фух, я справился. Я докачал его полностью. Полностью прям в ноль его докачал. Привет, ребят, тем, кто к нам только-только подошел. Блэйд, по сути, готов. Он меня полностью устраивает. И теперь... Теперь-теперь... Эээ... Нэри, кого? Меня. Тут только меня благодарить, да. Вот. Потом я начал... Как только заанонсили моего любимейшего персонажа, которого я очень сильно жду, я теперь все. Я фармлю ресурсы на ее возвышение. Я хочу, опять же, выбить ее сигну и саму, собственно, мою прелесть. В общем, там 17 круток есть. Думаю, как-нибудь досправимся. Вот. Дела такие. То есть я в баннере 1.3, в баннерах 1.3, я вообще ничего крутить не буду. М-м. А я жду... Ах, наставницу генерала. Я прям настолько ее жду, что этим передать словами. Ну, а мы, пожалуй, пойдем читать все вот это. Все, что накопилось. О, боже. Где взять сил? Ну, было бы немного проще мне, конечно, если бы я постепенно все это делал. А-а-а. Ну-с, ладно. Поехали. Будем вспоминать, кто есть кто. И чего они от нас вообще хотят. Ой, привет-привет, ребят, тем, кто только-только подходит. Э-э-э, Вэнь, Минда, я ХЗ, кто это? Щедрое вознаграждение. В отчетах команды по сбору диковин на передовой говорится, что на космической станции была замечена диковинка по имени Ксеногидра. Минда объявляет розыск для всех штатных и внештатных сотрудников Герты. Если у вас есть какая-либо информация о Ксеногидра, пожалуйста, обратитесь на стойку. Э-э, так. Какое вознаграждение? О, боже, фокус, даёво. И сколько составляет вознаграждение? А-а-а, чатик, да, чатик, чатик же, вон. Я зафармил ивент ради вот этого чатика с ушками. Ну да, и здесь открываются у нас сейт-квесты, само собой. Это тоже гемы, это крутки на мою прелесть, которую я обязательно должен выбить. Да, ну, фон для чатика прикольный. Ивент не то чтобы сложный для его получения, так что... Так много сообщений, поступающих одновременно, и ни одной настоящей подсказки. Давайте прислушаемся к словам Минда. Исследуйте ещё раз и придите в приёмный зал, чтобы доложить о результатах. Так, и вот он квест. Вы посмотрите, вы, вы... Вы вот это видите? А это же... А это же только начало. Сейчас я пройду по диалогам, и квестов здесь станет ещё больше. Но, опять же, это гемы. Так, хорошо. Трансляция запретной зоны. Так. Боже, сколько, сколько... Сколько текста. Но, гемов пока не дают, но зато есть квесты. Согласно срочному сообщению от команды снабжения, в последнее время в запретной зоне появилось несколько неисправных патрульных роботов неизвестного происхождения. Возникает опасность нападения на персонал. Небоевому составу рекомендуется меньше двигаться по одиночке. Пока сохраняется риск, и при необходимости заранее запрашивать сопровождение. Интересно, сколько этот стрим проживёт-то? Если у вас есть какая-либо информация о происхождении неисправных роботов, пожалуйста, немедленно свяжитесь с инженером второго уровня Моли из техотдела. Точнее, сколько я проживу на этом стриме. Так, Юмия, я уверен, что у меня их... Будет больше. Их просто с каждым разом становится всё больше. О, кстати, Герта. Я надеюсь, от Герты будет просто гемчики. Так, форма отчёта о диковинах. Вот здесь. Быстрее. Чего? Предупреждение о безопасности системы. Чего? Паноптикум. Система обнаружила необычную активность пользователя при входе в систему. Защищайте свою личную информацию и не переводите деньги. Не, Алексей, ты прям-прям вовремя. Так, система заблокировала ссылку. Пожалуйста, будьте бдительны и подтвердите истинную личность пользователя, прежде чем предпринимать какие-либо действия, как будто в телегу зашёл. Так, а ты... Ссылка заблокирована. Не могу открыть. Ты зашла в аккаунт из необычного места? А так, секундочку. Система безопасности всегда активируется в ненужный момент. Забудь. Это просто личная информация. Попрошу химика заполнить за тебя. Так, в смысле не отправляй другим? Зачем тебе моя личная информация? Ей ведь нельзя делиться с другими. Чего паникуешь-то? Мне она ни к чему. А, вы заметили, кстати? А, кстати, за это дают ачивки ещё? Дегрей, привет. За это дают ачивки? Ок, ладно. Вы заметили? Так. Мне она ни к чему. Здравствуйте. В настоящее время я недоступна и не собираюсь связываться с вами позже. Ок. Как бы в диалогах здесь есть стикеры. В самой игре стикеров ещё нет. Они появятся только в 1.3. Ну, как бы, да. Подозрительность. Боже, начинается. Я президент тайного общества Гексо-Нексуса. Мы называемся Клубом Гекс. Вы слышали о Гексо-Нексусе? Я задал этот вопрос бесчисленному множеству людей. А те, кого я спрашивал, в конце концов вдохновлялись. Пытались узнать больше и оказывались спасены. Это матрица. В комиссии по ремёслам представлено огромное множество шедевров, но никогда не было ни одной работы, которая могла бы символизировать изобретательность и мастерство. До тех пор, пока не появился Гексо-Нексус. Для нас Гексо-Нексус олицетворяет душу мастеров своего дела, а также изначальный замысел творения. Я думал немножко отдыхать буду на этом стриме. Отдохнул, чекайте. Только так можно сделать первый шаг на пути к мастерству. Мы, кто всё ещё идёт по этому пути, неизбежно испытываем радость и печаль. Но пока существует Гексо-Нексус, мы можем смотреть в будущее с надеждой, что эти сектанты несут. Цель нашего общества – распространить радость и счастье с помощью влияния Гексо-Нексуса. С величайшим уважением, клуб Гекс. Какое длинное сообщение. Но меня больше интересует, откуда у тебя мой номер-то. А, Мэри, да не очень-то я помню, что такое Гексо-Нексус. Я знаю, что такое просто Нексус. Давай только... Не важно. Важно лишь то, что мы нашли тебя. Мы заметили, что вы несколько раз подключались к нашим Гексо-Нексусам и забирали сокровища из сундуков. Это наши сундуки. А, это кубики в эти? А. И то есть, когда мы забирали награду из сундуков, по сути, мы оставляли свою контактную информацию. Подожди, так там было на... Чего? И? Ваши, ну и... Чего с того? Ты обчистила наш сундук сокровищами и еще имеешь наглость так... Вести себя так нахально? Должно быть, ты часто так поступаешь. Но в этот раз все по-другому. Мы можем доложить о тебе комиссии по балансу. Однако, наш клуб Гекс, разумная организация, и я обещаю, пока ты продолжаешь пользоваться нашими устройствами, мы не будем никуда докладывать. Кроме того, если ты решишь все головоломки, мы подарим тебе пожизненное членство в нашем клубе. Уф, подождите. Завтра привет. А я вроде бы, как и все кубики прошел. Но это шантаж. Это шантаж, и я буду жаловаться. Можешь доложить о нас комиссии по балансу, но ничего не выйдет. Мне кажется, что уперов проходца номер 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, возможно, потому что вот так вот просто находить его номер. В конце концов, мы просто устанавливаем устройства рядом с дорогой. Это ты их используешь. Однако, если продолжишь решать головоломки, все сокровища достанутся тебе. Пока решаешь гексо-нексусы, мы будем считаться сестренками. Гексо-нексусы лучшие. Продолжай играть с гексо-нексусами, и мы будем на связи. Чувак. Я теперь не хочу трогать эти кубы, но, правда, я, наверное, все их прошел. К счастью. О, Сикуй, кстати, ее я помню. Вроде бы. Химми, я Сикуй, главный секретарь комиссии по полетам. Я хочу кое о чем попросить тебя. Звездный дворец проводит небольшое мероприятие для посетителей, чтобы рассказать о Сен-Джоу. Тебе было бы интересно? А, кстати, ребят, а сколько там квестов персонажей-то? Штук шесть уже, наверное, да, в игре? Наверное, в районе шести. А у меня не пройдено ни одного. А, то есть, вот где все веселье начнется. Я, по-моему, у Клары есть, у Лисы есть, у Кавки есть и еще там у кого-то есть. Так, допустим. Ну, допустим, мне интересно. А, Наташа и Хук еще. Пон-пон. Мне очень интересно. И что за мероприятие? Не знаю, встречались ли вы с ним раньше, но в комиссии по полетам работает инспектор скорости по имени Тань-Тань. Он надеется, что общественность сможет активно участвовать в управлении дорожным движением и повышать осведомленность о безопасности. С этой целью он планирует провести проверку скорости на Сен-Джоу. Еще у Сервал, Лочи и Байлу? А, да, Байлу же забыл. Когда все это проходить? Ну, до 1-3 точно не успеем, но когда-нибудь пройдем. К нам редко заходят, потому что мероприятие слишком скучное, поэтому госпожа Юй-кун попросила меня помочь ей и привлечь больше народа. Придешь? Ну, пожалуйста. Ну, если Юй-кун попросила. Нужно всего лишь следить за транспортным потоком в приюте Звездных Яликов. Простая работа. Стоять на полосе и считать. Просто считать? Я в детстве подобным занимался, просто сидел и машины приезжающие считал. Ай, зачем людей использовать? А разве для этого нет никакого устройства? По-моему, использовать людей неэффективно. Ну, это просто способ добраться опыта. Ты получишь неизгладимое впечатление, только если сама произведешь подсчет. И почему я вообще это объясняю? Если готова, просто найди... Тэнтаня. Ок. А квестиков-то... Меньше не становится. Но все это гемы. Мне нужно до выхода моей прелести все эти квесты закрыть, налутать кучу гемов, выбить ей консты, выбить ей сигну. Правда, она тоже разрушение. А вот. И как бы. Будет у меня два разрушения, но по-прежнему у меня будет один танк и один хилл. На две эти пачки. Че делать? Как жить? Интересно, есть в чате люди, у которых тоже всего один танк и один хилл, и они тоже страдают? О, завтра, поздравляю. С Днюхином тогда. Счастья, здоровья. Получается, ты как и я еще постарел. Ашат вчера постарел. А че в августе так много Днюхинов? Вы че? Вы че? Вы че? Тарента, спасибо. Страдать так страдать. Так, снова клуб Гекс. Ваш пол? Мой пол. Цель этого опроса собрать отзывы о бета-версии Гекса Нексуса. Мы надеемся, что вы будете максимально честны с нами. Мы подготовили несколько подарков для тех, кто даст самые искренние ответы. Конфиденциальность ваших ответов гарантируется. Спасибо вам за поддержку тайного общества Гекса Нексуса. Ваш пол? Но в рамке двух полов это не укладывается. Тайна за семью печатями. Лет вам сколько? Старше 500, я думаю, да? У Джейтса старше. А вы знаете, что такое Гекса Нексус? Давайте скажем, знаю, чтобы нам не объясняли. Ну, Нэри, нет. Это не повесточка, это тайна за семью печатями. Просто если бы я сказал нет, мне бы, полагаю, начали объяснять. Так, как вы узнали о Гекса Нексусе? Ну, видела рядом с дорогой. Рекомендации друзей посоветовали подойти куб потрогать. Так, насколько сложными вам показались Гекса Нексусы? Средне, средне. Прикиньте, Михьюио таким образом собирают отчеты о головоломках. И данные этого опроса идут им. И они такие, так, хорошо, хорошо. Так, вы не хотите что-нибудь добавить? Ну, хотим. Ну, все, больше мне нечего добавить. Ладно, спасибо за участие в вопросе. Пожалуйста, поддерживайте Гекса Нексусы и впредь. Угу. Ок. И за этот, за этот опрос даже гемов не дали. Вот и все. Никакого вознаграждения. Просто собрали данные. Так, Аста. Да че ж с тобой такое-то? Главный флудер. Так, хочешь узнать об этом? Знаешь, что такое мышление миллионера? Хочешь узнать об этом? О боже, кто, кто пустел инфо-цыган сюда? Такое ощущение, что в инсту зашел. Валера, привет. Но это Гусейн Гасанов, не иначе. Не знаю, знать не хочу на самом деле. Не знаю, не хочу знать, не понимаю и не хочу понимать. А, прекрасный ответ. Можно скриншот сделаю? Твое имя закрашу. Проблем не будет. Это да, это просто Гусейн Гасанов в мире ХСР. А как отменить отправку сообщения? А, да ты не переживай, тут ничего серьезного. К сожалению, меня снова пригласили провести семинар в прямом эфире. Тема на этот раз выступление на высшем уровне. Мышление миллионера изменит ваши финансовые взгляды и улучшит представление о богатстве. Как часто вам такая реклама попадается в соцсетях? Мне нужно убедить их, что эта тема очень скучная. Кто это вообще смотреть будет? Мистер Фрипи, привет. Лучше посмотрю, как роботы еду развозят на самом-то деле. Да, да, да. Ну, хотя бы Аста со мной согласна. А, можно еще один скриншот сделаю? Какой уровень? 63-й, наверное. Вроде бы как. Ну, я месяц провтыкал. В районе месяца вообще не играл. Ахимия, ты не знаешь, где Пеппи? А, наверное, все там же. Пеппи, думаю, он все еще где-то на станции. Куда еще он мог деться-то? Чего? Только немного. Ага. Я жду результаты осмотра Пеппи от отдела медицины. Он хромает на переднюю лапку, но, видимо, хран нет. А это Собачкин тот! Я проверила записи с камер, но так и не поняла, как он ее повредил. Это тот Собачкин! Да, сообщения копились... Было их, по-моему, 23. Они копились с апреля. Это же... Это же собак тот, которого мы тискали еще на первом стриме. Так, слушай, а может он притворяется? Питомцы все равно, что дети. Может он притворяется? Не знаю. Пеппи совсем не такой. Я получила результаты осмотра Пеппи. В них указано, что у него идеальное здоровье. Он не болен и переломов никаких нет, то есть притворяется. С чего бы Пеппи притворяться хромым? Зачем? Драгнит, привет. Возможно, он подражает Орлану. Да, Орлан же хромает и он такой я тоже буду хромать. Орлан повредил руку во время вторжения региона. Пеппи постоянно был с ним. Все сходится. Ты права, он может имитировать поведение окружающих. К счастью, Пеппи в порядке. Он такой умный. Что тут сказать-то? Это просто главный флудер. Это просто главный флудер. Так, еще одно сообщение, последнее, последнее сообщение от Аста. Дхау-то чего-то меня хочет. Ведь это понятно. Сампо. Сампо-то здесь каким вообще боком? Зачем? Просто скоро в школу вот он и симулирует кунт собака. Тут уж дело. Я сомневаюсь, что ему нужно в школу. Химия, давненько от тебя ничего не было слышно. Говорят, вы сейчас на лов у Сянчжоу. Хотя экспресс существует для освоения, но я хочу кое-что узнать о Сянчжоу. Ты слышала о местном онлайн чате Сянчжоу? Красавица лисичка. О, боже, это фанатский чат какой-то, да? Так, 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 очень интересно, ну-ка. Занятно, давай ссылку сбрасывай, я посмотрю. Если что, это моя тебе... Это не моя тебе рекомендация. Ты не поняла, тут дело в одном из наших исследователей. Нет, я не говорю, что наши следователи красавица лисичка. О, боже, как все сложно. Давай, когда выдастся время, ты загляни к нам на станцию и мы поболтаем. Ладно, когда будет время. Вызываемый абонент недоступен. Из Сянчжоу с любовью. Так, ну, чат с лисичкой это нам нужно. Все, мы с Астой справились, ребят. Фу, это Ханкай тут всякая может быть, так да? Собаки тоже первое сентября боятся, логично. Так, блин, а вот отзяли сообщение, это уже интересно. Ладно, Даньхен. Наш звездный Ялик сбился с курса. Как обстоят дела у вас? Я полагаю уже поздно отвечать, наверное, но ты вообще жив? Да, как у вас дела? А мы это, Кавку поймали. А я не поймал, мы поймали Кавку, но это было слишком просто. Странно. А что насчет напарника Кавки? Вы видели Блейда? Кстати, Блейда мы поймали. Как там Куру-куру? Пока никак. Ну, куда-то он сбежал. А, у Фокса же два Кавка. Ля, ты крыса, точно, я же забыл. Максимально осуждаем, такого быть не должно. Я попробую выбить больше, чем появится, в каком-нибудь баннере. Надо переплюнуть Фокса. Так, будьте осторожны, он очень опасен. Мы разберемся с облачными рыцарями и догоним вас. Так, что у вас там происходит-то? А, это а, это данжик? 30 гемов? Ага. Слушайте, надо не забыть потом сходить сюда. Но оно все равно помечено, что, мол, туда можно сходить. Ладно, потом сход... А хотя... Да не, ладно, потом. Потом зайдем. Сначала нужно со всем вот этим разобраться. А то что-то как-то не то, чтобы совсем убавлялись мои сообщения. Кому-то выпадает три кавки, а кому-то три сигны вельта. Куда столько-то? Хотя, откуда мне знать, у меня и вельта-то нет. Так, как вы развлекаетесь? Скажи, вы все обычно на экспрессе, да? И как вы развлекаетесь? Ааа... Так, вот Зеле интересно пообщаться. Ну, просто интересно. А теперь не нужно столько сражаться. Хочу найти новое увлечение. Так, что любит химия? Наверное, петь и танцевать? Как сервал. Петь и танцевать? Скучно. Мне не интересно. Как тяжко-то. У меня теперь столько свободного времени, но я не знаю, на что его тратить. Вот же проблемы. Так, а чем ты раньше увлекалась? А, я? Да ничем. Ну, рукоделием. Созданием кукол и всяким таким. Кстати, на этом можно зарабатывать. Слушай, на тебя не похоже. Зелья такая сидела и куклы клепала. На тебя не похоже. Кажется, ты меня плохо знаешь. Если есть предложение, пиши мне. Пойду покрашу стену. Мне еще 15 надо сегодня покрасить. Что? не так с зелья вообще? Какие стены, какие куклы? А, чего? Ты здесь? У меня вопрос. А, ты часто читаешь зелья тупо суга? Да, возможно, кстати. Вот после вот этих сообщений я начинаю понимать, что возможно. Читаю иногда выбраван из других планет. Как фонтейн запутанно пока. Вы проманы? Они интересные? Не люблю читать. Устаю, когда читаю. Постоянно забываю о том, что было на предыдущей странице. Не понимаю, как броне удается столько читать. Как бы она училась этому с детства. Ну суга, смотри, ты правда на серию похожа. Да уж. Даже манера общения. А значит это нормально, что я не могу много читать, да? Броня дала мне огромный список рекомендованных книг. Я полистала парочку и дальше первых страниц не зашла. Постоянно засыпаю, когда читаю. Но вот одна книга довольно интересная. Приключения в снежной стране. Я прочла только пару страниц, но мне понравилось. Ладно, я просто хотела пожаловаться. Пойду читать дальше. Попробую дойти до конца. Милл Хантер, привет. Очень похоже. Очень очень со стороны виднее. Блин, какая же зелье все-таки да. Так, ну-ка. А у тебя есть чего? У тебя есть опыт в таком ну в ругане или в ругане по переписке. Ого, очень много. Так, в смысле? Ну, у двоих из дикого огня какой-то конфликт. И лично разбираться не хотят. Но я к каждому сходила. И они до сих пор друг другу сообщения посылают. Они помирились или еще ссорятся? Так, я откуда знаю. Ситуации же разные бывают. Ладно, это не важно. Не буду слишком уж есть. Они договорятся. Я просто не понимаю. В детстве, когда с кем-то ссорились, мы просто дрались и все. Просто дрались. Ок. Норм тема. Если между нами возникнут какие-либо разногласия, даже если мы подеремся, мы должны встретиться лично. Ладно. Ок. 5 гемов. Хорошо. О, боже. это ужас. Так, Наташа. Блин, там после Наташи будет идти сампа. О, привет. Там будет идти сампа, и не то, чтобы я хотел с ним общаться, но, видимо, придется. Так, ладно. Наташа. Химия, ты здесь? Прости за беспокойство, но дети в клинике мечтают тебя увидеть. Если сейчас не самый подходящий момент, я попрошу их позвонить в другой раз. Да, мне можно звонить в любое время. Сампа надо максимально скамить. Да, я знаю. Мне столько за год не пишут. у меня мое ВК выглядит примерно вот так же. Что? А, куда вы? Да, подожди. Да, куда? Да, вы? вы? Так, 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 я могу ответить на звонок в любое время. Так, что нам делать? Так, она пытается звонить. Видеовызов не удался. Прости, попробую еще раз не удался. Ок. Я плохо в этом разбираюсь. Зерия учила меня. Я спрошу ее, как сделать видеовызов. Прости за беспокойство. Ее учила Зерия? Она сама не то чтобы мега в этом разбирается и все такое. А, не, подождите, там же броня вообще открыточки слала. Угу. Ладно, мне можно звонить в любое время. Звони, звони. Ничего страшного, мне можно звонить в любое время. Или я могу зайти в клинику. Ага, спасибо, ждем. Ок. Зерия научила. Так, химия, ты выздоровела? Ты принимаешь лекарства? Угу. Прямо почти как бык. Но мне не удалось раздобыть кое-что из твоего рецепта. А именно все. Что-то я не помню, чтобы я хоть что-то собирал. Порошок из панциря скального краба и масло пещерной саламандры. Кажется, такое можно достать только в Белобоге. Ага, на экспрессе этого вообще нет. Я на экспрессе и тут не найти такого. Плачет. А, это моя ошибка, прости. Приходи в клинику, я подготовлю для тебя лекарства на дорогу. Ты первопроходят. Здоровье крайне важно для тебя. Тебе следует заботиться о себе. Ага, пассив, Наташ. Еще гема. Ну, этому мы всегда рады. А кстати, а квестов-то не то, чтобы много дают, тут уже по большей части пошли гемчики. Так, я сегодня на обходе. Отвечу позже. Пожалуйста, оставьте сообщение, если у вас высокая температура, головная боль или другие симптомы. Онлайн консультация, маленький помощник Наташи ответит вам на основе ваших ключевых слов. башка у пальца на ноге болит. Спасибо, ваши симптомы получены. Давайте рецепт что-то получим. А если башка у пальца на ноге болит в белобоге, рекомендуется теплый компресс. Не используйте холодный компресс, так как это может привести к простуде. Что это? А, только увидела твоё сообщение. Не насмехайся над маленьким помощником Наташи. Ага, вот. У доктора Наташи есть рецепты для головной боли у пальца? Ага, поменьше склоняйся. Все просто, да? Ну, просто это не про жизни первопроходца. Еще гемчики. Ладно, с Наташей тоже разобрались. Остался из самых неприятных у нас есть сампа, который настрочил, как обычно. Сервал с радостью пообщаюсь, но нон сампа. Ладно, поехали. Приветствую, подруга, да пошел ты. Тебе случаем не нужны услуги по управлению финансами? У меня есть линейка продуктов, которые могут помочь в этом. Они настолько универсальны и надежны, что ты сможешь окупить свои инвестиции всего за один цикл. Тебе интересно? Опять дичь впаривают. Мошенничество? Мошенничество. Ну и что ты выдумал в этот раз? Мошенничество в стиле сампа? А ты смешная. Ты смешной. Это настоящий инвестиционный план. Можешь отправить мне денег и попробовать. Если прогоришь, я верну тебе их. Ну как? В смысле по рукам? Много у вас таких друзей инвесторов, которые тоже сбрасывали денег, а потом такие сидят, а где мои деньги-то? Да в смысле по рукам? По рукам? Но у меня нет денег. Так-то лучше. Надо было с этого начинать. У меня есть другие дела, потом поговорим. Просто говоришь ему, что у тебя нет денег, и он такой сразу у меня дела пока, тварь. Ладно, но это 5 гемов. Так, поехали дальше. Подруга, я тут подумал, я думаю, что после стольких лет в бизнесе, я очень устал, хочу прекратить, что думаешь? Хорошая идея, отличная идея, и сейчас он предложит купить его бизнес, да? На одного человека меньше, за которым нужно следить. Ты такая смешная снова. Если честно, я тоже так думаю. Только вот нельзя просто так уйти, сейчас скажет купи мой бизнес, да? Нужно найти другую работу, чтобы прокормить голодной рты, а для этого мне сначала нужно сколотить капитал. Да, да, вытягиваем гемы хотя бы из него. Так, это, я в душ, давай, я в душ, поговорим позже. Эй, да я же еще не закончил, подруга, здесь, тут, ты серьезно в душе? Да, вот, вот, вот как нужно общаться с такими людьми, это же идеально, это же, это же, это же просто идеально. Уф, так, снова реклама. Подруга, перешли эту ссылку, ладно? Зарабатываете деньги на продажи реликвий? Учитывая упадок рынка, в первой половине года, эта реликвия принесла бы хорошую прибыль, и нужно было многоточие написать, и узнать больше. а если, а где деньги? Сестрица, а ты не стесняешься? Сжалься над бедным сампа. Давай, какая реликвия принесет больше всего прибыли? Мм? Так, там в статье все написано. Это древние мобилки. В конце концов, они могут познакомить тебя с древними людьми. Просто познакомить с древними людьми согласен. Че началось-то? И чем старше телефон, тем древнее эти люди. Купи, не прогадаешь. Они никогда не упадут с ценья. Если не веришь, я подарю тебе один. Но нужно подождать для предзаказа доставка 7 дней. Можно сделать предзаказ на древние реликвии. Что за ужас? Стана Камара, привет. Что началось-то? Да, только после того, как клиент разместил заказ, его изготовят. Подожди, изготовят? Это же древние мобилки. У меня пол ящика там лежат с ними. А, опечатался. Я имел ввиду откопают, откопают, конечно же откопают. Тварь. Тварь на сампо. Просто тварь на сампо. Так, смотрите-ка, осталось где-то половина. причем с уважаемыми людьми, по большей части. Так, что мы там по ачивкам и по гемам залутали? Ага, ответить на 10 сообщений от персонажей. мне густо. так, итого. А, подождите, так у меня же было, короче, гемов у меня было мало. Теперь у меня гемов много, все хорошо, все отлично. Фу, с половиной где-то справился, да значит, пришло время пойти заварить кофе. В общем, ребят, пять минут и мы продолжим. Я надеюсь, в следующем кусочке стрима мы добьем оставшиеся уже диалоги и пойдем на какой-нибудь квестик. в общем, пять минут и продолжим.